Всем привет, дорогие друзья! Большой привет из Турции, из отеля Delfin Deluxe. В общем, сегодня каким-то чудом нам удалось записаться, ну, точнее вчера, в японский ресторан. То, что записываются здесь в ресторан Алякарт за день, до посещения ресторана. В общем, в японский тяжелее всего попасть, потому что там ограниченное количество мест, их всего 12, и поэтому он очень быстро заполняется, и он самый необычный. А вот чем он необычный? Пойдемте вместе посмотрим. Пойдем через итальянский ресторан. Это мексиканский ресторан, это средиземноморский, это какой? А, этот, китайский, да. И вот там сбоку, возле колеса, это какой? Возле чертова колеса там какой-то еще ресторан? Турецкий. А, турецкий там, турецкий рыбный, ага, все понятно. Седьмой. Спасибо. Так, а наш, вон он прямо, японский, и мы что-то пришли первые в японский. То есть, даже ничего не началось в японском. А можно сесть куда хочешь, да? Красота, смотрите, сейчас будут при нас здесь все готовить. Ну и теперь понимаете, да, почему так тяжело сюда записаться? Потому что количество, здравствуйте, мест здесь строго ограничено. А я здесь могу сесть? Вот здесь. А где лучше места? Три персон, полу персон. Три персон. А, там три персон. Ну хорошо, тогда вот здесь, ладно. Отсюда тоже будет хорошо видно, я так думаю. И все хорошо слышно, я тоже так думаю. Единственное, что здесь на улице, и здесь, конечно, немножко жарковато, но есть эти вентиляторы, которые работают и немножко охлаждают. Пришли нам сразу же, принесли водички, поухаживали за нами. И стоят уже такие соусы острые. Я буду шампанское. А, свит. И я буду шампанское. Так, будем шампанское здесь пить. В японском. Я не знаю, под что. Что здесь сейчас будет за ассортимент. Я буду шампанское под все. Но зато смотрите, какой вид обалденный. Слушайте, надо обязательно здесь сфотографироваться. Скоро пришел. Сейчас начнется это таинство. Принесли что-то такое. Даже не объяснили, что. Похожее на суп. Непонятно из чего. А там уже начинается процесс приготовления блюд. Капуста. Это получается жарить? Он жарит эту капусту, да? Будем смотреть. Пока что капуста. В общем, это такой суп-пюре. Плюс кукуруза. И плюс крабовые палочки. В общем, капусту. Очень щедро приправили перцем. Причем разными видами перца. И уже в течение пяти минут все это пережариваю. С перцем. Я смотрю, там с кукурузой. В общем, с разными приправами. А нам тем временем принесли вот такую вот какую-то очередную закуску. вместе с краб... Дождите, не креветки. Ну и крабовые палочки в том числе. И салат айсберг. Это на двоих. И плюс суши, да? И плюс суши. С икрой летучие рыбы. Ну, вот слушай, сколько раз пробовала. Ни разу у меня здесь в Турции не зашли. Ну, сейчас попробуем. Налили соевый соус. Вот это я не пойму, острый соус или какой. Ну, давайте попробуем вот этот. А, так они еще внутри с тунцом. Они внутри с тунцом. Судя по всему. Вот как это все попробовать. У нас делают вкуснее. Здесь какой-то такой полушепшийся рис. И рыба так сильно. Решили обжарить помидоры здесь. По всему, как мы так понимаем, что это основное блюдо нам готовит. А пока вот приносит закуски. Ну, в общем, салат тоже такой своеобразный вкус. Здесь очень много уксуса налито. Какого-то типа лимонного сока. Креветки такие какие-то полусырые. В общем, это красиво смотрится. Но на вкус и цвет товарища нет. Мне салат не зашел. Креветки я люблю. Креветки и рыба, да. Вот это я понимаю. Причем креветки тигровые, что ли? А рыба, несколько видов рыбы. Аппетитненько. Вы, может, посмотрите, надо навести. А, надо навести. Ну, может, и говядина, не знаю. А говядина бих. У него спросить, значит. Вот процесс созерцания еды, которая при тебе готовишь. Ты ее видишь. И понимаешь, что сейчас будешь есть все свежее. В общем, это говядина, креветки, курица и рыба. Странное, конечно, сочетание все вместе. Вот так вот, видите, уже креветки готовы. Видимо, самые жарные на середине. Их уже отставили с краешка куда-то. Порезали курицу этими мелкими кусочками. Все так легкое. Как я обожаю, когда готовят еду при мне. Не я готовлю, а при мне. Мы сейчас задумывали так. Только здесь готовят. В японском при тебе. Будем приходить и смотреть, да? А потом в основной для этого ресторана. Курицу тоже уже подготовили. Креветки тоже подготовили. Все мелкими кусочками. Те даже уже резать ничего не надо. Все для тебя. Все для тебя. Еще песни не хватает этой. Я тоже эти соусы все убираю, убираю. Ну, я их вообще убираю в старотку, они мешают и мешают. А можно убрать, да? Все можно убрать. Там уже нам приготовили эти тарелки. Мясо дожаривается. Ну, кстати, мясо все не заужарилось. Сколько? Минут 10 максимально, да? Какая интересная температура у печи. Наверное, нет. Оригинально. Оригинально. Да, кто это с уксусом любит кушать, тот любит. Говядина мелкими кусочками. Красота. Капуста самая вкусная. Капуста можно и побольше. Ну, здесь порционно. Вот мы пришли, первые 6 человек и 5, вернее. И дают вот такие вот порции. Индивидуально. А следующие на следующее время, получается. Наполовину. У нас на ровном... Ровном на следующее. Ровном на следующее. Это перец. Перец, солгарский. Самое главное, все так красиво. Во. Ну, это такие порции получаются, я хочу сказать. Вроде бы так, немного, но на самом деле порции получаются такие очень сытные. Не зря все-таки мы записали сюда. Мне нравится вот этот процесс. Это интересно. Знаете, в а-ля карте многие не любят, потому что нужно сидеть и долго ждать. А здесь получается все как бы быстро. Пока ты закуски съел какие-то, уже все готово. Это что такое еще? Это рис. А, плов. Плов, да. Плов, да, он написан плов. Плов уже был готов заранее. А причем плов темный какой-то, с темным соусом. Гастрономический рай. Хотели лишнюю креветку кому-то положить. Так, ладно, мы сейчас с вами увидим уже готовый результат. Такие вот порции уже готовы. Курочка, рыбка, лук, креветка, говядина. Я думала, это уже все, но нет. Тут еще украшаются таким вот образом. в тарелке. Чем? Шафран отеля? Чем? 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 Плюс еще достали зелень какую-то в горшочках. Соя, что ли? Кусочек зелени. Так что все красиво было. В общем, самое главное, быстро, да? За 15 минут он вот это вот чудо. Ну, кроме плова. Ну, плов, в принципе, здесь как бы он особо, мне кажется, и не нужен. Плюс ягодки еще, вот эти, как они там правильно называются, на фото. Пазалицы. Еще зелень. Слушайте, тайные коробочки, из этих тайных коробочек все новые, новые пучки зелени. Знаете, еще такое место колоритное. Над нами как-то чаша такая. Чаша и интимная такая обстановка. Да, обдувает за счет вентилятора. А, вентилятор, да? Вентилятор, да. Здесь не так жарко, как в рыбном. А вот в рыбном почему-то вентилятора не было. Это что, розмарин веточка, да? Прямо произведение искусства. Даже жалко это есть. Сфотографировать, понюхать и уйти. Так, ну что, кулинарные шедевры готовы. Ух ты, спасибо. Смотрите, какой шикарный ужин. Ну вот здесь, видите, не чистят вот эти вот помидорки. Мне кто-то написал, что нужно с зеленью вот с этой есть. Зеленью я не люблю. Давайте попробуем креветку. А, креветка тоже не очищенная полностью. Скажите, мне нравится. Как ее пробовать? Очистила хвостик. Хвостик очистила. Как это все вместе съесть? Я не видела, что он туда добавлял чеснок. Такое ощущение, как будто бы он тут присутствует. Какой-то привкус такой. В общем, я бы только одни креветки ела. Очень вкусно. Пробуем рыбу. Кстати, капуста получилась как будто бы, знаете, там маринованная, что капуста бывает острая. Это она получилась не как жареная вкус, а именно как маринованная. Самый вкусный цвет. После приготовления каждого блюда начисто вытирают плитом. И сейчас будет, наступает время десерта. Сейчас будет жареный ананас. Ни разу не ела жареный ананас. В общем, мы думали, ананасы будут здесь жарить, а их там в сторонке. Сейчас приготовили какой-то соус для ананасов. Ананасы. Сейчас посмотрим, какая будет подача. Такая вот подача ананасов. Их приготовили, пожарили. Все это было очень быстро. Но потом оставили еще какое-то время на сковороде. Где-то через 5 минут после этого подают. Я думаю, что они, наверное, будут сейчас в какой-то корочке такой вкусной. Здесь опять, вот знаете, здесь что не блюдо, то шедевр. Все украшают. То есть ананасы положили. Положили туда ягоды. Положили туда... Как этот фрукт называется? Красный. Тайский какой-то фрукт. Ликер, мне кажется. Декор. Но вообще это ликерное. Смотрите, что-то такое вкусненькое. Там еще достают. Там еще макаронцы любимые Иванины. То есть это сейчас прям реально шедевр-шедевр. А, вафли это, по-моему. А, шоколад. Полосатый шоколад. Шоколад. О, слышь, у меня диск сейчас половина взятого, что-то. Вот такая вот красота. На камере выглядит большим. На самом деле, конечно, порция такая маленькая, но удаленькая. Будем пробовать. Жареный ананас. И киви здесь, и ягодка какая-то, и вот это вот, не знаю, что это такое. В общем, такой, знаете, десерт, чтобы не поправиться. Пробуем. Пробуем. Не могу определить вкусы продукта. То, что это вкусно, это однозначно. Но что такое вот это вот желтенькое, я не могу понять. Жареное. Ну, что это такое желтое. Вообще непонятно. Сладкое. Сладкое и очень вкусно. Нет, не ананас, вот это желтое. В общем, ананас так себе. Вот это желтенькое мне очень понравилось. Очень вкусно. Я вообще первый раз ем обжаренные фрукты. Вот. И это обалденно вкусно. В общем, кто здесь будет в японском ресторане, как и дальше вам нужно сходить. Потому что здесь все очень-очень вкусно. В общем, все, дорогие друзья. Сказать, что было вкусно, это ничего не сказать. Вот реально такое, знаете, гастрономическое именно удовольствие ты получаешь от того, что вкусно. Просто очень вкусно. Плюс вы просили показать, какие здесь есть магазинчики, какие есть товары. Ну, товары практически все те же самые, что на улице. Ну, в принципе, цены здесь, я так сравнивала, не намного больше, чем вот куда мы ходим. Давайте зайдем сейчас посмотрим, что здесь можно купить. Что здесь у нас можно купить. Кроссовки можно купить. Сумки можно купить. Так, мужская обувь. Ну, это вот замша. Такие тут прям мужские. Неплохие сумки Луи Виттон. Мне писали, кто, что Ваня купить просто черные кроссовки. Вот кроссовки, кстати, а-ля Adidas. Ясное дело, что это не Adidas, но они, кстати, выглядят внешне очень прилично, и они легкие. Стоимость здесь, все, видимо, зависит от того, какую стоимость назовет продавец. Ты продуктовый хочешь? Вот они тоже здесь, Adidas. Слушайте, ну так он классно смотрится. Есть вот такие Nike. Но Nike уже белая подошва. А для школы, конечно, оптимально, когда вот такая вот. И вот эти вот тоже, кстати, для школы Balenciaga подойдут. Отлично. Значит, завтра надо посмотреть на рынке. Сколько все это стоит. Вот эти прям совсем легкие тапочки. Так, сейчас посмотрим, что. Ой, можно пройти. А, это уже для совсем мелких обувь. Турецкие босоножки. Ну, такой ассортимент хороший. Сумки вот эти, помните, мы тоже в Outlet видели. Красивая расцветка, мне нравится такая морская, летняя. Расцветка летняя. Так, это немцы здесь. Немцы, не пойму, кто немецкий знает. Переведите, что они делают. Торгуются или че? Ремни. Сумки. Совсем мелкие. В общем, я завтра схожу на рынки. Что-то я даже не подумала посмотреть вот эти Adidas. Посмотрю. Действительно, Ваньки, может быть, я бы для школы и взяла. Учитывая, что нога у него постоянно растет. Вот эти, кстати, мы тоже брали туфельки. Они очень-очень удобные. Очень легкие вообще. Классные качества, хорошие. Но сложно найти размер. В общем, ассортимент классный. Так, ну и, собственно говоря, сколько этих магазинчиков? Один, два. Вот это продуктовый. Вот это... Это фотограф здесь сидит. Здесь вещи. И здесь вот такие вот изделия эти... Ну, не ювелирные. Это тут серебро. Серебро, но такие симпатичные тоже изделия. Есть на что посмотреть и есть что выбрать. Все переливается золотом, этими камнями, браслеты разные. Вот и заканчивается вечер вот так. Или начинается вечер вот так. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, все, дорогие друзья. Сегодня, конечно, был супер насыщенный день. Супер насыщенный. Вы, конечно, видите только часть, маленькую часть того, что происходит в отеле. Ну, сами понимаете, с самого раннего утра вы на пляже, вы занимаетесь, в общем, купаетесь целый день. Ну, на самом деле, это тоже, знаете как, за уже 20 дней отдыха, ну, приедается, это не то слово. В общем, завтра нас с вами ожидает рынок. Мне нужно купить какую-то большую сумку. Чемодан я не буду покупать, но сумку какую-то мне нужно будет приобрести. Потом, ну, соответственно, палантины купим. Там посмотрим по мелочи. В общем, завтра такой один целый полноценный день отдыха. Ну, а суббота уже будут сборы в дорогу. Хотя у нас выезд вечерний. Посмотрим. Сейчас столько людей приехало, что, мне кажется, номер не продлят. У людей прям вообще, ну, очень много реально. По сравнению, вот день назад даже была вообще совершенно другая ситуация. Сейчас такое ощущение, что здесь за каждым углом люди. Что произошло, я не знаю. Цена, может быть, снизилась или еще что-то. Почему такое количество людей, непонятно. Ну, а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. И увидимся с вами совсем скоро вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok